Бо Киртов! Доброе утро! Мы продолжаем наши уроки и сегодня четвертый урок по главе Бо. Урок за хороший шедух Арон Ария Бен Двойра, за поднятие души моего папы Яков Бен Нахум, моего дяди Владимир Бен Григорий и за поднятие души Ури Бен Харитон, за здоровье Полина Перн Бацони Сура и Светлана Батклара. В главе Бо написано «Время пребывания сынов Израиля в Египте 430 лет и было по истечении 430 лет вывел Бог воинца своей народа Израиля из страны египетской». И мы читаем с вами главу Лех-Леха, где наш праотец Авраам, будучи в разведке своим племянником Лотом, получает пророчество. Всевышний говорит, что потомки твои будут в чужой стране и угнетать их будут 400 лет, а после выйдут с большим достоянием. И тут написано 430 лет, в Лех-Леха написано 400 лет, а наши мудрецы говорят, мы в Египте были 210 лет, а рабами были 116 лет. Как это все нам понимать? Значит, наши мудрецы это хорошо исследовали. И говорят, что от заключения Авраамом союза между половинами, то, что мы читаем главе Лех-Леха, действительно прошло 430 лет. Всевышний говорит главе Лех-Леха, Аврааму уходи из земли твоей, из страны твоей, из дома отца твоего, в страну, которую я укажу тебе, и сделаю тебя народом великим. И так дальше мы это все читаем. Авраам пошел с ним и Лот. Аврааму здесь 70 лет. Вот 70 лет он заключил союз, и начался отсчет 430 лет. А когда появились потомки, мы знаем, что Аврааму 100 лет, когда родился Ицхак, вот отсюда отсчет 400 лет, о которых Всевышний сказал в главе Лех-Леха. Мы знаем, что в рабство Ицхак не попал, потому что он был такой праведник, что это невозможно. Все 180 лет, что он жил в Святой Земле, ни о ком рабстве не могло быть и речи. И потом его линию продолжил Яков. В 130 лет он входит в Египет со своей семьей, ни о ком рабстве речь не может идти. Все 17 лет, что он жил в Египте, было все прекрасно. Его линию продолжил Иосиф, пока ему не исполнилось 110 лет. Мы даже не облагались никакими налогами в Египте. Мы продолжали жить по Торе. Ни о ком рабстве не могло быть и речи. Когда мы живем правильно, не может быть и речи. И даже все братья, пока не умер последний из братьев Леви, нас просто обложили налогами. Мы начали платить налоги в Египте. Но рабами мы не были. Потому что мы держались за Тору. Когда умирает Леви, ему было 137 лет, до выхода из Египта остается 116 лет. Мы начали подражать египтянам. Начали опускаться все ниже и ниже. И наши мудрецы говорят, опустились на 49 уровень нечистоты. Были рабами. Вот 116 лет и были мы рабами в Египте. То есть то, что Всевышний говорит. Хорошее всегда исполняется досконально. А то, что Он нас обещает наказать, что мы будем 400 лет рабами, и подобные вещи, что вы погибнете, на войне пойдете, а мы идем все равно. И приходят с войны живыми, как мы видели это в Шитиме. Не в Шитиме, а это было в Паране. Так вот, когда обещает плохое, он его или вообще не выполняет, или уменьшает. Как здесь мы видим, уменьшился Всевышний, нам его в 3,5 раза. И вместо 400 лет, которые он нам говорил, прошло 116 лет. Если бы мы все хорошо верили, и этого бы не было. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. До свидания.